Хвала Аллаху Субханаху Ата'аля, Господу миров, Милостивому Милосердному Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах поведет прямым путем, То никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет заблуждение, То не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, И всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом, И не умирайте, иначе как будучи мусульманами. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение. И простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, Преуспеет великим преуспеянием. О, те, которые уверовали. Аллах, субханаху ата'аля, Осыпал нас знамениями, Которые мы видим днем и ночью. Знамения Аллаха, субханаху ата'аля, окружают нас. Да, Аллах, говори т, Курану, Бајд, оузи биллахи мин الشейтан рожим. «Ин في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكْ فَقِنَا عَذَابًا نَار Аллах говорит Поистине в сотворении небес и земли и в смене дня и ночи заключены знамения для обладающих разумом те, которые размышляют о творении Аллаха سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى на своих боках стоя, сидя и на своих боках и они говорят О Господь Ты поистине не сотворил это попросту так спаси же нас от наказания ада о те, которые уверовали Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى заложил в природных явлениях Аллах заложил знамения для нас и вот сегодня мы идя в мечеть находясь на улице стараемся укрыться от сильной жары мы ищем прохладное место мы жалуемся друг другу о том, что очень жарко очень жарко днем жарко, ночью жарко, дышать сложно но это не что иное, как напоминание Всевышнего Аллаха Сُبْحَانَهُ وَتَعَالَى своим рабам о своем могуществе о своей силе о своем обещании в хадисе, который передает Абу Хурейра Ради Аллаху Ан посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васалям когда наступала сильная знойная жара он повелевал с подвижником, чтобы они читали оттягивали молитву и читали ее в прохладное время а именно время зухра время обеденной молитвы когда сильная знойная жара посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васалям ее немного оттягивал пока пик жары не спадет, а затем молился и он побуждал верующих к этому потому что они жили у них не было кондиционеров а порой даже не было крыши над головой посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васалям сказал поистине знойная жара это выдох ада выдох огня либо же его вдох посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васалям сказал, что ад пожаловался Аллаху пожаловался на то, что он настолько сильно разгорелся и настолько сильно он стал горячим и растопился и градус жары в нем настолько сильно увеличился что он начал пожирать друг друга Одна часть ада начала пожирать, другую часть ада. Вы только себе представьте градус этой жары. Тогда Аллах, субханаху ата'аля, позволил ей сделать два вдоха. Либо же вдох и выдох. Летом и зимой. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи васалям, сказал, когда наступает или когда чувствуете сильную жару, это выдох ада. Когда вы чувствуете сильный знойный холод и мороз, это вдох ада. Вот те, которые уверовали. Знойная жара, это знамение Аллаха, субханаху ата'аля. Но мы сегодня можем спрятаться от нее. Мы сегодня можем найти решение. Но Аллах, субханаху ата'аля, говорит, знамение Всевышнего в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи, знамение для размышляющих. Если ты разумный или если ты размышляющий о знамениях Аллаха, то ты обязательно сделаешь вывод из этого. Обязательно увидишь в этом знамении и напоминание от Аллаха для тебя. Аллах говорит, те, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках. Что означает поминают Аллаха? Означает, что они не проводят свое время попросту, а они размышляют о творении Аллаха. И сегодня, когда наступает или наступила сильная знойная жара, верующий должен сделать отсюда выводы, и оно должно стать ему напоминанием и толчком к приближению к Аллаху, субханаху ата'аля, а не толчком к ослушанию Всевышнего Аллаха, к тому, чтобы человек раздевался, к тому, чтобы он совершал запретное. Аллах, субханаху ата'аля, завершает этот аят, говорят, и эти люди говорят, О, Аллах, спаси нас, О, Аллах, Ты не создал это попросту. К нам ночь пришла, О, Аллах, не просто так. К нам день вернулся не просто так. И сегодня мы, вчера совсем мерзли от холода, отапливали помещение, сегодня же мы прячемся от этой жары. Это знамение Аллаха, субханаху ата'аля, которое должно нас немного разбудить, немного нас встряхнуть. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, в судный день, солнце будет настолько приближено к творениям Аллаха, что расстояние между ними будет всего лишь в милю. И люди будут потеть от этой знойной жары. И каждый из них будет тонуть в своем поту согласно своим деяниям. Кто-то будет в своем поту по щиколотке, кто-то по колене, кто-то по пояс, кто-то по горлу, а кого-то его пот будет доходить до уста, более того, он будет захлебываться в своем поту. Это жара судного дня. Без сомнения, жара судного дня, ее, она страшнее, и она опаснее. Но жара этого мира является для нас назиданием о приближении будущей жары. От этой жары мы можем спастись кондиционерами, можем спастись зонтами, тенью деревьев и домов. Ну, где же кондиционеры судного дня? Где же тень судного дня? И кого же она постигнет? Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал семерых. Семь категорий людей спрячутся в тени Аллаха, субханаху ата'аля, в тот день, когда не будет иной тени, кроме Его тени. Семь категорий. О раб Аллаха, о мусульмане, о размышляющих, задумайся. Хотя бы окажись среди одной категории людей, которая окажется среди тех людей. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, семеро, которые окажутся в тени Аллаха, субханаху ата'аля, это праведный правитель, либо же справедливый правитель. Это юноша или же девушка, которая период своего зрелого возраста, молодого возраста, юношевства, воспиталась в поклонении Всевышнему Аллаху. Это означает, что это самый опасный период для молодежи, когда страсть выливается из груди человека. И сохранить права Аллаха, сохранить его законы и его устои, становится иногда сложно. А этому помогает вера и богобоязненность человека. И поэтому посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, такую награду обещал тому, кто в свой этот период воспитается и будет воспитан, а именно будет соблюдать права Аллаха, субханаху ата'аля. Это человек, сердце которого привязано к мечети. То есть человек, который большую часть своей времени, либо большую часть своих молитв совершает в мечети. Он приходит в мечеть и ожидает наступления другой молитвы, помолившись одну, ожидает наступления другой молитвы. И его не держат ничего, кроме молитвы. Этот человек, его сердце привязано к мечети. Субханаху ата'аллаху, мы живем в мире, когда зачастую сердца привязаны к домам, сердца привязаны к кафе, ресторанам, клубам, футбольным полям и тому подобное. И только малая часть верующих, сердца которых привязаны к мечети. Двое мужчин или два брата, или две сестры, которые полюбили друг друга ради Аллаха, они встречаются ради этого и расстаются ради этого. За любовь ради Аллаха, Аллах, субханаху ата'алла, обещал тень и возможность человеку скрыться от солнца судного дня. Человек, который устоял от искушения и фитнеса, это мужчина, которого женщина позвала в постель. Женщина знатная и красивая, но он отказал ей и сказал, «Я боюсь Аллаха». Этого человека ожидает тень, судный день. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, говорит, «Также человек, который дал садака, настолько искренне, что одна рука не знала, когда он давал правой, левая рука не знала, что он дал садака. А также последний человек, тот, который поминал Аллаха искренне от всего своего сердца, настолько искренне, что заплакали его глаза, наполнились слезами, либо же прокатилась по его щеке слеза. Вот те, которые уверовали. От солнца и жары этого мира может спастись каждый. Это то, что он делает сегодня. Все спасаются от жары этого мира, от сегодня знойной жары по-разному. Хамду лилля, мы сидим в помещении с кондиционерами, мы выходим на улицу, очень много тени, и мы прячемся под ней. Мы садимся в машинах, у нас в машинах кондиционеры. Мы едем на моря для того, чтобы сильно не чувствовала жара. В этом мире может спастись от солнца каждый. Но спроси себя, каждый ли спасется от знойной жары судного дня? Нет, не каждый. И спасется лишь тот, который размышлял о жаре этого мира. И спасется только тот, который приближался к Аллаху, субханаху ата'аля, шаг за шагом. Он был либо справедливым правителем, либо же он был тот, который полюбил друг друга ради Аллаха, встречался и расставался. Это тот, который... Сердца его были привязаны к мечети, или это юноша, который был богобоязненным и свою молодость не провел в хараме, в забавах, а провел в поклонении Всевышним Аллаху. И поэтому прохладой судного дня являются наши деяния. Наши деяния являются зонтом нам в судный день. Наши деяния являются кондиционером нам в судный день. Потому что согласно нашим деяниям мы либо утонем в нашем поту, либо же окажемся в тени Аллаха, субханаху ата'аля. Вот те, которые уверовали, размышляйте о знамениях Аллаха, просите у Аллаха прощения, ведь Он прощающий, милосердие. Вот те, которые уверовали, спастись от жары судного дня верующий также должен посредством оставления харама и запретного. Не только посредством выполнения благих деяний, дачи садака, намазами, нет, а также спасая себя, свои глаза, свое тело, свои органы от харама. Мы сегодня живем во времени, когда от жары люди раздеваются, одевают одежду, считая, что чем тоньше и чем мало одежды, тем будет прохладнее. К сожалению, мы живем в этом обществе, когда мораль у людей отсутствует, либо же понятия скромности отсутствуют, и спасаясь от жары, не одевают на себя практически ничего. О, мужчины, о, рабы Аллаха, потупляйте свои взоры. Потупляйте свои взоры. Не думайте, что если оденете темные очки, вас никто не видит, что вы смотрите. Аллах видит. И Аллах знает. Избегайте мест скопления этих раздетых женщин. Избегайте пляжей. Да, вы можете сказать, а что здесь такого, я поеду на пляж, ведь я отдыхаю. Нет ничего такого. Но после поездки на пляж не только смоется грязь твоего тела, а смоется еще твой иман. От греховности, от харама иман падает. О, сестры мусульманки, боясь жары, не одевайте одежду тонкую, просвечивающую. Будьте Аллаха, субханаху, в своей одежде. Иногда мусульманка может посчитать, что ей жарко, она одевает тоненькое платье и не замечает, что если она тоненькая либо же светлая, она может просвечивать. Бойтесь Аллаха в этом, в своей одежде. Одевайте ту одежду, которая не показывает вашу красоту, вашу фигуру, не показывает ваше нижнее белье, просвечивая просвечивая ваша одежда. И поэтому, используя блага Аллаха, субханаху, в этом мире, спасаясь, спасаясь от жары, мусульманин должен не забывать о нормах шариата. Вот те, которые уверовали, период лета это сложный период для мужчин, в том числе и для женщин. И поэтому мужчины и женщины должны стараться избегать тех мест, где скапливаются люди, у которых нет понятия аурата. И если вы с семьями выезжаете на пляж отдыхать, то подумайте сто раз, прежде чем выехать. Либо же, если едете, то езжайте туда, где вы будете обережены, и ваша семья будет обережена. Вот те, которые уверовали. Просите у Аллаха прощения о том прощающем милосердии. Просите у Аллаха стойкости, ведь стойк не каждый на истине. Просите у Аллаха показать истину истины, а ложь ложью. И просите у Аллаха дать вам увидеть шайтана в вашем врагу. Ведь шайтан обманывает человека настолько сильно, что порой человек забывает о том, что у него есть рядом шайтан, который сбивает его с прямого пути. Продолжение следует... Продолжение следует...